Во Второзаконии, 21 глава, с 10 по 14 стих, вот зачитываю. Когда выйдешь на войну против врагов твоих, и Господь Бог твой предаст их в руки твои, и возьмешь их в плен, и увидишь между пленами женщину красивую видом, и полюбишь ее, и захочешь взять ее к себе в жены, то приведи ее в дом свой, и пусть она острижет голову свою, и обрежет ногти свои, и снимет с себя пленческую одежду свою, и живет в доме твоем, оплакивает отца свою и матерь свою в продолжение месяца, и после того ты можешь войти к ней и сделать с ее мужем, и она будет твоей женою. Если же она после не понравится тебе, то отпусти ее, куда она захочет, но не продавай ее за серебро и не обращай ее в рабство, потому что ты смирил ее. Так вот вопрос, зачем нужно стричь ногти и волосы на голове полонянки, и почему победитель отпускает ее с позором? Ну два вопроса, тут надо понимать по тем временам, как это понимали, а сегодня никакого позора тут и нету. отпускает ее с позором, потому что ты была, тебя выгнали, тебя оставили, ты не нужна никому. Вот это у других народов наоборот, если она девственница, то ты никому не нужна была, до свадьбы тебя никто не познал, ее наоборот упрекают этим. Ну это порядок такой был, говорят, жестокий век, жестокие нравы. А как поступают в Чечне, чеченцы с нашими, а в афганской кампании что там было? Пришли туда как захватчики, как оккупанты, спровоцировали целую реакцию в вековой мести, они не простят. Вот в Афганистане были, а сегодня говорят столько, а там уже больше было, 14 700 убитых, не считая до 70 тысяч раненых. То есть примерно столько девушек у нас не выйдут замуж. И пишут, что в Афганистане уничтожили наши свыше миллиона человек. Такая техника, у тех-то ничего этого не было, авиации, из-за ула там, ну какие-то подобрались и убили, зарезали какого-то. Все село смешают с грязью, а кого там глинобитные стоят и глина? Сейчас, минутку. Ну вот обрезание ногтей и волос, это для ощущения от прежней плотской нечистоты, как обрезание мужчин крайней плоти. Люди, что это? Нечистота считается. Но она не по душе пленившим, ее должен отпустить, ее живой, но безвыкому это тоже не так мало, по тем временам-то, учитывать это. Она получала свободу. А тот гмырье где-то поет, тогда был такой артист, сильный голос, такой по радио, по заказу, сентиментальных бабушек пели, как Стенька Разин изнасиловал персиянскую княжну и топит ее в Волге. Прими подарок от казака. Официальная песня, официальный артист. И сравните с этим законом, который был. Это спустя три с половиной тысячи лет христиане даже не приблизились к Моисееву закону. Некоторые города же даже имеют улицы, названы вообще с разбойника, насильника, Стеньки Разина. И вот весь ответ. Мы другое здесь извлекли. Не только ногти, а совесть обрезанная. Ничего этого нет. Это гмырье этот, ну, заливается. Возьмите, Некрасова там, ну, там, он идет, продает где-то. И она вышла к нему куда-то покупать, торгуется с ней. Распримись, какая рожь высокая, тайну свято сохрани. Какую? Она вышла за деревню, впала в грех, а теперь рожь потоптали, поваляли. И распрямись, и свято тайну сохрани. Ну, даже слышать нечего, даже не верится, что это Николай Алексеевич Некрасов мог так написать. Но, однако, это появится по сегодняшний день. Распримись, моя коробушка, здесь нечтитесь и порча. Вот так.